всем привет хорошего настроения здравствуйте дорогие единомышленники мы в городе приморске есть такой городок совершенно неприметный бывший финский ленинградской области и сегодня очень бегло хочу вам показать вот такую замечательную литерарскую кирху в которой сейчас расположен приморский кровейский музей наверное единственная так сказать достопримечательность вот этого города очень есть по ней информация в сети вот построена известнейшим архитектором он построил в ленобласти три вот таких подобных кирки в начале 20 то есть прошлого века стиль нео романтизм финский намеком на готику здание великолепное санкт-петербург это 100 с небольшим километров вот и поскольку сейчас с выездом финляндии прочие зарубежные ближайшие стран довольно сложно если скучно можно вот так сказать в познавательных целях посетить этот доисторический памятник эти огромные окна которые вот на фасаде раньше были витражными и вы знаете про эту кирку ходит много легенд говорят что в ней раньше был орган мой да не говорят действительно было так был орган изготовлены финляндии потом во время войны таинственно пропал и до сих пор вы ищут вот другие легенды что в подвале за кирхи здесь были захоронения каких-то каких-то замученных людей вот очень красивое такое великолепное здание кстати здание бывшей лютеранской церкви лютеранской кирхи святой марии магдалины ты раскаиваешься грешницы церковь святой марии магдалины вот еще информация о ней чтобы не искать он евангелистический лютеранский приход святой марии магдалины вот кстати орган который не раньше был смотрите на старых фотографиях сохранился вот так это выглядело в древние времена и вот витражи великолепные которые были на этих окнах которые утрачены к большущему сожалению не знаю пойдем ли мы музей если пойдем покажу вам соответственно музей так как тоже я забыл такое интересное имя вот йозеф стенбек в 1901 году построил этот храм спроектировал вернее а в 1902 году храм был построен а вот 18 декабря 904 года освящен открыт для прихожан да вот по город приморк раньше назывался кой висто финское название и посещал эту церковь император николай 2 романов вот сейчас я машину запру там девчонки мои вылезают и пойдем мы церковь обойдем со всех сторон кирху простите пожалуйста кстати раньше она была конечно же крыта черепицей такая великолепная не колокольня стоит на живописнейшем берегу залива жаль освещение не в ее сторону с вокруг и обойдет окна по выбиты по заделаны вот привести в порядок да вот скажи было бы великолепно стиль финский романтизм так интересный с намеком на готику вот здесь были витражи смотри просто цинично выбиты стекла сейчас на какая-то идет бадалова между дирекции музея тут очень хороший директор женщина и администрация этого района хотят понизить статусе этот музей двери пожалуй еще финские а у колокольня до дверцы такие кованые что дочь настоятель или как это этой церкви во время войны русско-финской советско-финской с пулеметом закрылась на приковала себя на колокольной этой церкви и воевала пока не убили до последнего патрона непосредственно примыкает к берегу залива этот участок суши на которой церковь кирха извините расположена рыбаки все засижено рыбаками подлёдный лов просто бетоном цинично заделали до окну а был витраж пойдем сюда вот там не вход вам был музей некое сооружение крематорий видимо судя по трубе здесь был витраж ну что ж такое просто кошмар все окна выбиты бук приморский краеведческий музея с такой мбук малая муниципальная часы работы суббота с 10 до 17 работает работает наверное о нем финские газеты сорок второй год и уже война вовсе ушла на приемничек какое-то не наводел что нергеем что ли на похоже маршал маннергеем как называется ва пауз это чердаке на нас лена крикатуры буквально ухты это что такое собачка не собачка давай на орудия собачка думаешь с гитарой это зайчик с гитарой для меня уши я не разглядел супница товарищества кузнецова ложки а вот это все можно найти на местах старых хуторов которые были сенски орудия труда кстати ножницы овец стричь шашка вафля можно такими стричь ну то я на тематика вот эта символика вся катя на к это такая дохристианская пола на печати да нет тут это такое являно и не написано номерка нет это бирка номерка просто нет антон и амалия хуртон сайте типичные финские фотки старинной военная фотография при аллачка часах раковые щипцы ну на стопор о сигареты финские сад сайма . чечки такие прикольные а вот смотри вот эти для голова очаровательного куколки на маленькая но хорошо проработанная вот так вы любили финны которые движут наши финские крестьяне какая интересная статуэтка женщина в розовом часики а тут немного только любом на собрано сюда а просто кулон и на укрест а вот это вот в крышная была такая черепица на крыше остатки металлом покрыли раньше крышу такими было керамическими крыта уже про войну историческое пошло махорка кесет краска холхинголка немецкая с рогами редкая каска немецкая рога щиток одевался на них штык трехлинеечный ложки подписаны лыжи надо же не железь с войны сохранившиеся с креплениями полу жесткими куриста советская финская война диски от нашего пулемета дело есть похоронен младший лейтенант комсомолец лукьян чик павший от подлой руки белофинов 3 февраля сорокового года смотри сегодня как раз 4 февраля сколько лет получается 40 60 80 лет назад вот она это кирха на старых фотках ух ты какой станок финский станок плената максимум я 08 только наземно-зенитное орудие мацин страна производитель дания честно книжка поискать сорок первый год военно раздаст щечки восстановленная так штык нож малозерский плетка что ли он парашют от оцветительных ракет надо же сохранились в том числе на эти церкви была вот эта золотая посудная дата пропала вся кайвисто кайвисто а вот как выглядел архитектор вот ёжи стенбек который построил он такая через мельникова я не видел надо будет смотреть и зеленогорске тоже ёжи стенбек построил причем тут американские на этот тест располагались что лишь в городе вот орган какой был шикарно что все помещения недоступны непонятно где был органный зал титражи были такие в марии магдалина кающиеся на интерьер церкви сорок второго года смотри там шикарно лавки специально были резные горят лавки скамейки тоже пропали куда-то создание сорок первом году вид на витраж витраж ленин со сталина какая интересная штука честная сумка для сбора пожертвований церковное кладбище а при кирхе было получается где-то здесь на все застроено что ли все за венчание в церкви или что военный какой-то прикольно исторические фотки газета выборский коммунист вечером у приморского дома культуры память мы с ними он стоит здесь крест и парус крест символ веры а парус не помню чего воинского захоронения азбука для мытки белья а для шутки крестик ясно надо кукла современного же конечно но по тем традициям выполнена все что хранилось а вот она вот эта бабушка да и сундуки интересно азбука я вот это вот красота оси вам тут зимнего детгиз сорок девятый год детская энциклопедия тоже очка к откроем бабушкам сундук интересно придумано то что было у бабушки в сундуках настоящий домашний не наводил может быть и тканский станок потрясающе четко видно как раньше дыма тканую ткань делали мойся вытирайся маленький но от него же ширина зависит не представляет на этом работать о тик 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 получая ну да я думаю царе медведь плюшев еще тех 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 лет уже более потраченный приемник типа москвича без одной ручки вот такой у нас и продуктов статьи есть а телефона такого нет планируется соответственно после реставрации да но это все еще вопрос длительного времени на это же даже части проекта будет открытое пространство но витражей не будет органа к сожалению тоже не будет но скамейки алтарь не будет сразу а потом может быть конечно конечно просто сразу это очень будет дорого